Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа T.I.F.O. в регионе СНГ от студии Starluder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на tipo.starluder.tv Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV. Итак, ребят, еще раз всем привет. Продолжается у нас вечер Dota, квалификация на International 4-й американский дивизион. Ну и SP играет у нас против топ-5. Посмотрим, что там вообще изменилось в турнирной таблице. Так, сейчас обновим результат и посмотрим, кто у нас тут занимает какие позиции. И мы видим, что 6 очков имеет, сколько получается, 4 команды, да? ЦНБ, Union Gaming, NAR и SNA с Никеникс Ассасин. Вот. Ликвиды. Пока Ликвиды сыграли одну карту, выиграли ее. Топ-5, которые сейчас играют вместе с SP. Топ-5 имеют 2-1 статистику. Ну, не такая плохая, но как бы уже, уже, уже одну игру проиграли. И это не есть хорошо для топ-5, конечно же. Ну, а SP проиграли из трех матчей все три. Это аутсайдеры. Так же, как и Исурус, которые также имеют статистику 0-3. Ну, сейчас топ-5, наверное, играют, так скажем, на те очки, которые нельзя упускать. То есть тут уже надо 100% выигрывать, если топ-5 хотят вот какие-то шансы еще оставить. Вообще, по сути, даже проиграв одну карту, ты уже свои шансы там сводишь к минимуму. Но они как бы еще остаются. Ну, поэтому желательно все-таки не проигрывать. Ну, в данный момент мы наблюдать будем уже, получается, за командами, которые более ниже находятся по сетке, за аутсайдерами. И эта встреча должна быть, ну, как по мне, здесь должны быть какие-то стратегии. Пора пускать стратегии свои какие-то в ход. Как минимум топ-5, ой, точнее SP. Им уже терять нечего. Если у них что-то припасено, если у них что-то заготовлено, самое время это использовать. Да, ну и как обычно, общаемся в чате. Так, кстати, надо название стрима поставить. SP. SP. Это такое S? What the fuck? Я чё-то ничего не поймал. А, тут, короче, три раскладки. Одна из них украинская еще, судя по всему. SP против... Топ-5. Интересное название команды, конечно, топ-5. Как-то... Такое странноватое немного название. Топ-5. Ну, как бы топ-1. Там, не знаю, как-то пафосно. Топ-5 как-то не очень. Это топ-5, если топ-5 мира, то вполне даже очень. Ну, я думаю, как-то что-то другое связывает. Топ-5, может быть, топовые 5 дотеров. Как-то так, может быть. Trend Protector, Nyx Assassin и Dragon Knight. Три. Вот Nyx, вроде как бы он сам по себе агильщик, да, и хп у него не так много. Но это тоже очень толстый герой, потому что у него куча армора, у него хорошая регенерация, у него туча всяких станов, особенно Карапаси, которые делают его довольно жирным, убить очень сложно. Получается, вот Trend, Nyx и Dragon Knight, таким вот жиром решили топ-5 задвить своего противника, а SP решили поиграть через Виспа и Тини. Эти два героя очень часто используются командой Fnatic, и именно эта команда доводит игры практически на 100% до победы, если получает эту комбу Висп плюс Тини. Также на первой стадии взяли себе Дарксира и Мирану в Пабана. Кинг, Бэтрайдер и Морфлинг вместе с Нагой. Топ-5 вычеркивают Ликана и Инвокера, ну и Шадоу Демона вместе с Аппаратом. Ну и казалось бы, казалось бы, к этому пику надо еще что-то такое более мобильное, потому что как-то, ну хотя, 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 Dragon Knight по сути включив свою форму, сдалека может встанет, Nyx там все рано или поздно Даггер купит, Trend может быть даже купит Даггер. Не, ну топ-5 пик довольно хороший, но только Висп и Тини это, наверное, достаточно нежданный ход. Не знаю, играют ли они этим в принципе против кого-то, играли ли они до этого с кем-то подобным пиком, но пока вот сегодня Виспа и Тини никто не обузил. Это довольно сильно. Комба реально очень сильная и на самом-то деле странно, что не все команды пикают подобное, потому что если тебе... Тини заваливает тебя своим Тосом или Эваленчем по кулдауну, да, вот это всякие ботлы, абузы и фулл мана, фулл хп как у Тини, так и у Виспа постоянно за счет этого бутыля, деваться непонятно куда. Шадоу Шаман. Шадоу Шаман. Так, ну и по одному бану нужно делать. Что за песня была? Все песни ребят из контакта vk.com.versuto Кто на страницу не подписан, подписывайтесь. Вся музыка играет именно там и там-то, в общем-то, вы можете найти там какие-то слухи и так далее на стримы, помимо самой музыки, которая в статусе отображается. 5 секунд. 5 секунд. Команды уже сыграли там, получается, по два или по три, даже по три вроде матча, да, они сыграли там у одного 0-3, у другого 2-1 вроде стата там была, или 1-2... Блин, ладно, давайте еще раз все-таки посмотрим. Может быть там, кстати, что-то еще обновилось. Так, ну-ка, ну-ка. Оп. Так. О-о-о-о... Топ-фа... А, 2-1. Ну, то есть, не 2-1, а 1-1. Матч это сыграно 2 и 1-1. Итог. Ну, да, тут ситуация в любом случае лучше. 1-1 это получше, чем 0-3. Уж... Как ни крути. Считай, матчи сыграли больше и ничего не выиграли. Вообще печальная ситуация, конечно, у СП. Ну, вот, за счет вот этой комбы героев вполне вероятно, что они смогут как-то отдалеть своего противника. Но Топ-файв решили укрепить свой пуш-потенциал. Взяли Шадоу Шамана. С этим героем товара падать будут точно с каждой пачкой вордов. Стабильно будет падать 1 Тауэр. О-о-о. О-о-о, свет. Так. Походу, какие-то бесперебойники или что-то типа того стоит. Хух, потому что свет мигнул так очень жестко, но... Слава богу, ничего не выключилось. Отлично. Ну и потикали последние 10 секунд. Нужно определяться с выбором. Это Веномансер. Топ-файв. Чем ответят? Они забанили котла, вот этого, который, как прогнозировали многие, будет постоянно в пике, так как у него этот аганим там превращает его просто в ультра крутого типа. Но пока, как мы видим, не особо часто его пикают. Ну, хотя бы забанили. И Ласт Пико топ-файв. Это все-таки спектра. Они решили не оставлять себя без сильного керри. Могли бы, конечно, укрепить свой пуш-потенциал там каким-то таким героем, с кем можно ломать ТВР. Ну, на ум приходит даже тот же какой-нибудь керри или шрак, например. Такое, конечно, довольно опасно. Но... Вполне неплохо это выглядело. Потому что есть Dragon Knight, да, там есть Шаттл Шаман со змейками, и Никс довольно агрессивный. И если захватить начальное преимущество, то потом этот Лешрак он еще наваляет ОГОГО с хорошими айтемами. Но спектра это более такой верняковый вариант. Так как ты можешь ходить вчетвером. Вполне достаточно четырех героев для того, чтобы пушить товара. А спектре будет в любой момент удобно юзануть свой ультимейт и прилететь на любую часть карты. И, соответственно, прийти помочь разобраться с обидчиками. Так, ну и посмотрим, кто тут у нас знаком играет. Ластхит Мэджик, значит, на Виноманстере. Первый у нас Тинни Чики Нэмси на Амиране. Джоик Висп и Найрок Дарксир. ОГО! Это еще что за хрень? Интересный какой-то сет. Еще не знаю, кому нужен сет на Дарксира. Ну, кому-то, наверное, нужен. Я бы, наверное, из всех героев один из самых последних, на кого бы я бы купил сет. Такая антиреклама получается, но как-то так. Ну, не знаю, ну просто сам по себе герой, который, вот, не знаю, нафиг ему нужен сет. ОГО! У спектра тут тоже какой-то шмоточки. Оружие такое неплохое. На спектре у нас играет, значит, Пэт Соул. Шанкс на Тренд Протекторе. Вот Эвор будет шпилить Шадоу Шамана на Никсе Дидджей и Флай на Драгон Найте. Ну, вот такие расклады. Ну и побежали, побежали Так, я чатиться сейчас поправлю Напомню, ребят, еще раз, что чатиться я читаю Время от времени можете там что-то спрашивать Если у нас вдруг игра будет продвигаться тухловато, без киллов То можно всегда посидеть, поболтать И как-то таким вот образом Дождаться экшена У команды, понятное дело, что сейчас сп будут играть, наверное, на максимум И очень осторожно Все-таки, когда у тебя статистика 0.3 Ты понимаешь, что шансы что-либо показать очень маленькие Ты уже, в принципе, все показал практически И если сейчас вот уже не взяться за голову и не попытаться как-то реализоваться То поздно будет Это уже, наверное, последняя игра, которую им точно нельзя проигрывать Тренд протектор находит инвиз Пошел, пошел, пошел И о том, что он взял инвиз, знают ребята из СП Так как тут стоит вард Миноманцер Первый левел Сразу изучаем Ну а здесь изучен щит Который вешается на крипа Ну в спектре будет немного неприятно Но у нее 8 тангусов Фласка Как ни крути Задолбаешься эту спектру Харасить И вот интересная довольно ситуация Вот один тренд протектор пугает двух героев Вопрос А смысл двум героям стоять, ничего не делать на харде? Виноманцеру, как по мне, можно куда-то уже отсюда уходить Не имеет вообще смысла ему здесь находиться Так, ну вот он ломает вардец У нее еще такая тычка жесткая 42 урона Он обсервер вард ломал полчаса В миде Ну в миде будет весело В миде Драгонайту скоро начнут рассказывать Что такое тос И что такое тизер С бутылем По кулдауну будет на голову крип Приземляться Там будет очень, во-первых, больно И очень часто будет больно Аксессуасиум Посмотрите, как хорошо тут Мирана прохарасил Потому что это Мирана как раз таки начала Заварушку И отвечает ей агрессией Тут есть щиточек Регенерация довольно сильная Довольно хорошая Он цепляется тизером Тинни еще тангу съел Ну и замечательно Тинни очень быстро восстанавливает свое хп Тут уже есть Нет, пока нет денег Обмотал Тут 800 голды Закидывает его ленч Еще плюс висп продамажил Висп на первом левеле На втором левеле изучил оверчардж Что довольно странно Шары Вроде как более актуальная штука Но решил взять именно оверчардж Такой висп он Не так страшен На начальном этапе Потому что оверчардж он хорош Когда? Когда ты можешь Ну когда твой тинни Набирает там айтемы И с руки наваливает Больно, правильно? А если На начальном этапе У тебя есть шары С этими шарами Дамага ты выносишь Очень много Так Вот он подрубил оверчардж Сразу гель И давай, давай Забивать его с руки Ну тут конечно без шансов Если ты попадаешь под гель То Мувспит выше Наверное где-то на 200 Ты тупо Ничего сделать не можешь Такой легкий фб достался Ребятам СП Отгоняют Отдарксира ПТ себе сразу оформляет Тинни Драгонайт Еще даже тапка нет Но почти-почти дофармил Надо ему поторопиться С этим делом Иначе Он рискует вообще Этот тапок потом не купить Ну все, деньги есть Можно и боттл даже пообудить С курьером Тащит себе драгонайт тапок Ставит семя Дарксир Польно Но жить будет У него еще ускорение С гель А вот трента Теперь надо как-то спасать Тизером Цепляются И давай этого трента Просто разваливать с руки Кстати Довольно интересная ситуация Этот оверчарж Работает очень даже приятно Убивают все-таки Веномансера Переключаются на виспа Пассивка здесь изучена Как Дарксир отойдет Сразу будет очень больно Этому шарику И этот шарик Тизернется Та Уходит Очень грамотно Здесь конечно Размансовали Без шансов Никак убить не получилось бы Дарксир Ну кое-как концы с концами сводит У него всего-навсего Два крипа Это Для четвертой минуты Это даже не один крип В минуту Понимаете Это очень плохо За это время Дарксир В лесу бы Гораздо больше И левел имел бы И Само собой Голды Спектра Спектра По сути Не сильно тужит Вот если Сказать что Тут Дарксир Стоит для Хараса То это наверное Будет неправильно Потому что по факту Он Ну как бы Может он и для Хараса стоит Но Я не вижу этого Хараса 17 крипов Практически Топ 1 Крипстат То есть там отстает Буквально на 3 крипочка Это Ровным счетом Ничего Спушила слюня Крип Слушайте какой молодец То а Шедоу Шиман Хорошо так Под ласт хит Точнее под ласт хит Дал Спектре Вот тычечку И Очень удобно Когда твой саппорт Вот так вот Прям Помогает тебе Крипится Под тавером Обычно Керри Сами себе Подбивает Крипов Так Начинается У нас Перепалка Небольшая В миде Цепанулся Тизером И вот он Тинни пошел В бой У Заяца Гель Драгонайт Была бы Мона на бризы Убил бы И не Раздуплился Или что это Сейчас было У него У него была Мона на бризы Под самый конец Но он не заюзал их Но все равно Тинни тоже умирает Но первым Килл делает Висп А уж потом Только килл делает Драгонайт Но там Крипы Добили То есть Драгонайт Остался без Икспы А он ее мог Получить Очень легко Заходит сзади Мол не Есть лассо Тут еще есть хекс Но его тратить Я думаю Не придется Хотя Да Иззад хекс Мало ли Вдруг убежит 3-3 становится счет Команды показывают Что Обе настроены На победу Очень неплохо Никс Ассасин Контроль Руну Инвизит У него еще есть Вендетта Против Мирана Это очень круто Потому что Сейчас он Юзает инвиз Пьет боттл Еще пока Вот он Этот инвиз Кастится Сразу С инвиза Дает Стан Далее Бахает Стычку С вендетты И убивает 460 хп Тут должно Хватить Стычка С вендетты В 250 Да Да Там еще Может быть Одну тычку Либо Моноберн И все Ну и должен Сейчас этот диджей Уже начать Я не знаю Чего он так Слоу площадь Ну и уже В принципе Наверное Вряд ли что-то получится Если он Убежит Будет очевидно Что он решил Загангать Странно Странно Почему он сразу Не пытался Реализовать Этот инвиз Зачем он вообще Тогда его брал Чтобы себя Засейвить Или он думает Что там стоит Какая-то Какой-то Ват Какой-то Сентричник Ну хотя бы Если бы он Этот Сентричник Стоял Тогда Никс Знал бы Об этом За счет Этой руны Он бы дал Себе Инфу Что Мол Не трать Просто так Вендетту Все равно Там стоит Сентряк А так Получается Что Эта руна Тупо Плесенью Покроется Скоро А он ее Так и не реализует Это конечно Не есть Хорошо Так Я чувствую Сейчас В миде Уже начнется У нас Что-то веселое Потому что Тут уже давно Ничего веселого Не было А это Тот самый Лайн На котором Пока еще Четвертый Левел Висп Как только Появится Шестой Там уже Можно будет Еще и На всякие Ганги Отправляться Прогулочка На ботом Лайн На топ Лайн На топ Только конечно Если будет Даст Или Снегряк Эвелэнч Тос Пол хп Как не бывало Тинни уже Споинт бустером Хасту Забирает Чоек Развардили Саппорты Команды Топ 5 Никс Выписывает Стан Моноберт Спектра Извает Свой Ультимейт Прилетает Тратит Свое Время Но Фраг Не получает А Тинни еще И вот смотрите Какой дерзкий Наглый Высунул свой Каменный Фейс И не парится И вот он Продолжает Крепиться Под тавером С такими хп Да Что-то топ 5 Как-то немного Лопухнулись Тп аут Вакуума Нет Вот это Вот это просто Шикарная игра Сейчас была Прям Молодец Змейками перекрыли Казалось бы Виномансер Тупо отрезает Шадоу шамана И нет путей К отступлению Но Есть скрол Который спасает Ситуацию Никс Бахнул Карапаси Старфол Утарил по Миране Но Никс Знаете Чем могу сказать Против этого Никса Он слишком Нерешительный Он слишком Нерешительный Ну Вот Почему он В прошлый раз Инвиз не реализовал Непонятно И сейчас Вот он мог Выписать Это Миране Которая сама себя Старфолом Бахнул Стан Надавать ей по лицу Может быть даже убить Там у него были стики Но ему все равно Не хватило на Монобер Ну Такое В общем Слабовато конечно У нас Товарищ Диджей Отыгрывает этим героем У него 0-0-0 Статистика За 10 минут Учитывая что он Соло Никс Ассин Такого Быть не должно Надо делать Какой-то экшен Во всяком случае Хотя бы пытаться Ну в медиум Попытался Там Не хватило урона Потому что Тизернулся Висп Так бы спектра Она бы сульты убила Ей бы даже прилетать Не пришлось Потому что 35 Демеджа На пару тычек И Тинни бы умер А тут Из-за Виспа Пассивка Не стала работать Подблочил хрипов Ну и у Дарксира Как мы видим Уже 6 левел Неплохо Ну завтра примерно Такое же расписание Скорее всего Игр будет больше Потому что там же Еще Могут быть игры Между командами У которых Будут одинаковые очки Но Если этого не будет То То тогда Получается по-моему Там столько же Что ли игр Брассер Брассер Баттлс КПТ Ну Бам-бам Опа Со своей Со своей улайн Больше никуда Не уходит Никасасин С Вендеттой Все Не может себе Найти применение Ну как минимум Один фраг у него есть Уже что-то И арканцы Он себе Приобретает 12-я минута Какой-то Шмот Себе покупать За счет Мидаса Не важно Получается Там результативно Гангать или нет А так Если ты результативно Гангать не будешь То Просто-напросто Рискуешь Остаться Без шмота А Ролл Не попадает На дворе Ночь Такие стрелы Обычно Находят Своего Оппонента Но Не в этот раз Ставится Вордец Прячется Прячется Боятся Гель имеется Змейки Хек Зажать не удалось Узается Старфол И посмотрите Ливен Армор Спасает В итоге Виномансер умирает Килл сделать не удалось У Виспа Очень мало ХП Дарксир Тоже очень побитый Тини Тизер через 2 секунды Откатит Успеет ли цапнуть И нет Он все-таки не успевал Он цапнул там Кого-то другого А вот Тини Просто-напросто Отдал на растерзание Это провальнейший Ганг от команды СП Прям Не самое лучшее Что можно было выдумать Нафидонили И вот он Жир команды Топ 5 Он сейчас сказался Герои довольно толстые А Шадоу Шаман Который вроде Казалось бы Не толстый Да Вот единственный герой Который реально Умирает в мгновение Но здесь Ливен Армор И он Спасает Ситуацию Драгонайт Вот он Никс Это очередной минус Ну вот он Никс Ассасин Должен вот так вот Ходить Убивать И Это герой такой Тут уж Надо его просто реализовывать Виспарь Шары-то все-таки Изучил на 3 раза Все в порядке Я думал Это какой-то уникальный Вист Который не играет Через спиритов Идет через оверчарджи И Может быть Тизер там Макс Как-то Забирать должны здесь Тавер Ну вроде Вроде даже Без сопротивления Так и есть Драгонайт Подымает Штуку 700 голды Неплохо Веноманцер Веноманцер решил развернуть тут Формежку Со змейками Но очень много на самом деле Эншентов Это не на руку Веному Так как вот Змейки Они постоянно Бьют там Разных юнитов И пока вот Пока эти змейки Убьют их Пройдет очень много Времени На топе Я как смотрю Тут Никс решил Загангать Хекс Станчик Станчик Вот он Теперь Станчик Надо выписывать Да Все Убить как мы видим Не удается Все таки Мирана Очень плотная Выживает там На каких то Непонятных Копейках И Спектра Долетает Закидывает Даггер Это минус 3 Практически Мгновение Пытается забрать Еще и Ой Стан мимо Но тут Должен уйти Дарксир Но ускорение Единственный герой Который уходит Все остальные Конечно Пали Тут попытка А что А зачем остался Я что Немного не понял Но он решил остаться Нафидонил Говорит Ребят Не волнуйтесь Я к вам в таверну Чтоб вам скучно Не было А то чего там А виномансер Он Как змейки Тут Расставлял Говорит Вы видите Я Я не с вами Не из вашей Гильдии Никс Еще и с инвизом Пошел искать Виномансера Наверное Наверное Где то же Этот паразит В лесу фармит А Виномансер Там Ему палец Рот не клади Просто сразу Пошел И он что-то фармит Причем он их еще и зафармил Вы посмотрите Упорный Малый 0-2 4 ассиста Ну флота-то Довольно неплохая Ну в любом случае У СП Лейт Довольно сильный И Мирана у них есть И Тини с Веспом Как бы тут Расслабляться Топ 5 Не должны Ну и как мы видим В принципе Спектра не расслабляется У нее 3-0 6 ассистов 77 крипов Метворс Составляет 7200 Сакрит уже имеется Аганиму Тини Имеется Вот что тоже Очень важно Сильно Медас Мирана себе Ну Мирана Его приобрела Уже давно И как бы Это было очевидно Потому что Если ты не купишь Медас Там Лейт За тобой точно Не будет Даже при учете Что есть Тини Мирана Просто была бы Юзлос Там Совсем Затяжной игре Если Мирана Дает только Ару и Старфол И там Инвиза свою Юзает Грош цена Такой Миране Она должна быть С айтемами Должна уметь Бам 200 уникса Вон сейчас Тоже будет Даггер Как мы видим Драгонайт На топе С БКБ Ничего не боится Если вдруг Нападут Бахнет БКБ И ТП Аут Ну не самое приятное На самом то деле Тратить БКБ Для того чтобы Просто убежать Но тут по другому Ты просто не уйдешь Спектрадо фармливает Ису Радианс И как мы видим Саппорты помогают Своим Керри Даже Ну ладно Тут Висп Он по сути Всегда так действует Но даже Шадоу Шаман Ему по сути Особо заняться Нечем Летит рецепт На Радианс Теперь можно Толкать линии И ломать ТВ-ра Еще и Ливен Армор Спектра В замесе Будет выносить Ого-го Сколько демоджа Вот ты Радианс Тут Виномансер Будет Почти с ульты Умирать Мирана Ну если Мирана Там будет Как-то Бегать Или липы Юзать Во время Вот этой ульты То ей Может Вообще Никакого урона Не прилетит Ну а так Ей там тоже Нормально Поджарит Попец Под смоками Побежали Ищут Ищут Себе Жертву Хоть Кого-то Хоть Что-то Никс Еще Из Даггера Только Стоит Кого-то Увидеть Виспарь Улетает Ну и Тинни Я тут Смотрю Опа Забрали Они Дарксира Тинни Остался Формить Роб Пролетает Мина Ну и С этими Змейками Задефать Будет Тяжко Учитывая Что Дарксира Сейчас Нет Никс Прегает Дает Стан Моментальный Лип От Мираны Правда Немного Не в ту сторону Но она В любом Случа И не попадает Лип От какой Дизейбл Пролетает Спектра Закидывает Свой Даггер Ну и Мирана Отделывается Легким Испугом Ну что Перетягиваются Вниз Причем Причем Вы посмотрите Как они Нагло Прям Под Т1 Тауэр Пофиг А что 12.5 При том Что У них Спектра Уже С Радианс На Такой Минуте И Что То Себе Еще И Тащит Барабаны Не Не Самый Дорогой Айтем Но Когда Ты Покупаешь Сходу Штуку 800 Так Бам Вроде Недавно Был Радик Спектра Всех Бьет У него Есть Аегис Это Конечно Хорошо Но Он Умирает Ему Перед смертью Хотя бы Одну Змейку Сломать И Было Неплохо Двое Падают Выбили Аегис Драгонайт Убегает ХП У него 500 И Да Файт Тут СП Проигран Салатину Сами Пришли Сами Начали Драку И Проиграли Ее При Этом Как Я Посмотрю Не Собирается Топ 5 Еще И Отступать Он Прыжег Станчик Хекс Минус Ломентальный И Пойдут Ломать Т2 Тауэр А это Как бы Упала Мирана Не Какой Нибудь Суппорт Ну Довольно Пассивно Это По-моему Было Что-то Не Совсем Правильное Как По Мне Ну И Изначально Там Веномансер Пришел Вниз С Дарксиром Сделать Они Ничего Не Могли Ну Веном Пришел Потом Вмит Загангл Но Первые Несколько Минут Он Вообще На Харде Ничего Не Делал Но Пока Пока Еще Рано Что-либо Говорить Потому Что Реально Вот Эти Два Перевернуть Да Эмирана Тут Уже Да Она В этом Замесе Погибла Ничего Вообще Не Сделав Но У Нее Уже 12 Левел Фейзами Даст Барабаны Все 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 Еще Под Контролем Не Совсем Все Плохо Такой Прям Звук Жесткий Когда Тин Бьет Бом 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 Тут Тин Бкб Не хватает Это Наверное Единственный Шмот Который Ему Сейчас Очень Сильно Нужен Остальные Шмотки Конечно Тоже Нужны Типа Керасы Потому Что Он Помимо Magic Дамаджа Он Еще Очень Много Физ Дамаджа Получает Там Змейки Драгон Найты Всякие Ну ДК Тут Немного Немало 150 Урона Почти И 140 Тоже Почти Никс Пошел На хосте Искать Ну Тут Уже Нашли Никс Ассина Нет Но Зато Зато Есть Драгон Найт И Его Стана Вполне Достаточно Читаю Что Тут Еще До Этого Был Хекс На Три С Плани Секунды И Лассо Не Знаю Как Так Мирана Каждый Раз Находит Приключения Она вроде Думает Что У меня Типа Есть Лип И Я Если Что Уйду Но Забывает Немного О том Что Есть Такой Герой Как Шадоу Шаман А у Шадоу Шамана Есть Такая Штука Как Даггер И Тут Уже Лип Не Лип Вряд ли Ты Успеешь Его Нажать Опа Еще Один Закутарекал Ну Вот Он Подрубил БКБ Эволен Бол Потрачен Тинни В не очень приятной ситуации Но он с телепорта уходит А вот Виспа спасти не удалось Пошел Тинни Недовольный На базу Хилится Что там у спектринола Ультиматор Уже 12 тысяч Натворца Драгонайт Ей там уступает Прям чуть-чуть Они Можно сказать Ноздря в ноздрю Идут Есть что-то в курьере Так Конечно же Тут уже почти кираса И до кирасы Осталось буквально 400 голды Ого 25-ая минута БКБ И кираса Преимущество По золоту Почти 12 По экспе Десяточка Пока мы смотрели На экономику Спектра тут убивает Опа Прыжок Старфуал Ну-ну Шары 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 Ты ж посмотри Какой виспарь Тож жесткий Хорош Сделал килл Никсососин Отличный прыжок Кекс Призы минус Ну Отомстили За свою спектру По сути Конечно Стрик сбили С этой спектры Там висп теперь Может себе Какую-нибудь Яхту купить У него 969 голды Обалдеть И плюс еще Наверное Два левела Апнул сразу Спектра там Очень Жирная Была Опа Курьерчика Хотят взять Курьерчик Вроде как Живет Не отдавайте Дродо Не надо Полетел Довольный Веном продолжает Фармить Эншентов У него походу Вот Наверное Единственная задача Это убить Эншентов Может быть Есть какой-то Баг в доте Если ты убьешь Определенное количество Эншентов У противника Автоматом Упадет Трон Просто не могу По другому Объяснить Веном Фармит 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 Притом Он как бы Фармит А кроме Арканбудс У него ничего нет И вот Насколько имеет Смысл фармить С другой стороны Пока ты фармишь Ты не фидиш Это тоже плюс А учитывая Что у противника Есть Такой герой Как Никс И такой герой Как Шадоу Шаман С даггером То Лучше Не высовываться Иначе ты реально Будешь фидить И Веному По факту Ничего больше не остается Вот мы Шутки шутим А ему Тяжело Ему надо посочувствовать В этой игре Реально Тренд Под инвизом У него есть гем Если Мирана Бахнет инвиз Это не сработает Тп аут от Дарксира Никс Стоит Прокаст Сразу минус Спектра еще Бомбанула Ультимейт И спектра Куда-то там Прилетела Вот она прилетает Очень приятно Теперь спектра Может прыгать На все свои иллюзии И очень быстро И тп аут Да Уходит Под бкбхой Пробить не удается Живет Тут у нас Видите Такой наглый прыжок Ты посмотри Стан по двоймолнии И даблкил От шадоу шамана Что они делают Под Т3 Тауэров Да Тут уже ГГ понимают Это СП Пишут Ну что ж Это четвертое положение Для СП Шансов у них Я думаю Уже нет В общем Никаких И Единственное что они делают Желают удачи В топ 5 В будущем Ну и следующая карта Следующая карта У нас получается По расписанию Сейчас посмотрим Когда Довольно быстро сыграли 27 минут Шустренько Шустренько получилось Так А кстати Ну ка Там какие то изменения В сетке есть Какие то изменения В сетке Да вроде пока еще Никто ни с кем Не доиграл Походу опять моя игра Закончилась Самая первая Ладно Переключимся Тогда К следующей игре Что там у нас будет Следующая карта У нас начнется В 23.20 По сету 23.20 Это получается Через примерно Через 35 минут Примерно Я не думаю Что раньше начнется Но вполне вероятно Что даже чуть позже Мы будем надеяться Что стартанут Вовремя Ну а пока Ребят Пауза Как обычно Слушаем музыку Ждем следующую карту Будут играть Ликвиды Против ЦНБ Это будет наверное На сегодняшний вечер Самая интересная игра ЦНБ На данный момент Ну по не обновленной Я думаю Таблички имеют Статистику 3-2-1 То есть у них 6 поинтов 2 победы Так как набрали За каждую победу По 3 очка А Ликвиды В данный момент Имеют 1-0 1 победа 0 поражений Ну и соответственно 3 поинта То есть Ликвиды Должны Обязательно Побеждать ЦНБ И так же Как и ЦНБ Должны обязательно Побеждать Ликвид Все ребят Уходим на небольшой перерыв Никуда не разбегай